Девушки отдыхают и заканчивая продвижением и послепродажным сервисом. Модельный ряд Апреля можно по пальцам пересчитать, и при этом каждый мотоцикл уникален и на что-то претендует. Что касается Апреля Шивер, то эти мотоциклы вправе рассчитывать на оптимальное соотношение цены и качества в разряде некидов среднего объема премиум класса. Впервые представленные публике в 2008 году мотоцикл привлек внимание своим техническим потенциалом. А с 2009 года этот мотоцикл стали выпускать в двух версиях. Шивер SL750, это некид в базовой комплектации, и Шивер 750 GT, который появился после того, как Апреля решила сделать из стандарта гибрид, что обладает свойствами туристического, спортивного и многофункционального мотоцикла. Неполный обтекатель дает мотоциклу Шивер 750 GT огромное преимущество перед братом. Аэродинамическая защита расширяет функции и возможности мотоцикла. Также 750 GT имеет продвинутую панель с дополнительными датчиками и три режима работы двигателя – спорт, туризм и дождь. В-образный четырехтактный двигатель объемом 750 кубических сантиметров на два цилиндра с углом развала в 90 градусов и жидкостным охлаждением, развивающий пиковую мощность 95 л.с. на 9000 оборотов в минуту, а крутящий момент 79 Нм уже на 7000, это было именно то, что Апреля умеет делать и в чем сомневаться не приходится. Технология Ride-by-Wire уже в базовой комплектации. Это электронное управление акселератора, подстраиваемое под множество параметров движения, обороты двигателя, текущие передачи и т.д. Отвечает за оптимальное ускорение в любой ситуации и за минимальное потребление топлива. При этом двигатель получился более чем просто скромным по своим размерам. Разгон до сотни занимает около 4 секунд, а заявленная максимальная скорость составляет 220 км в час. Двигатель мотоцикла размещен в модульной раме с литым алюминиевым задним маятником. Задние секции рамы также из алюминия, а вот передняя часть стальная. Никаких нареканий к раме не фиксировалось. Со своими задачами она вполне справляется. Что касается подвесок, то в базовой комплектации передней вилкой регулироваться не будет. А задний моноамортизатор имеет регулировку только по преднатягу. Но при этом подвеска с завода настроена таким образом, что корректировать ее нет необходимости. Что касается тормозов, то они собственного производства, хотя и похожи на именитые Brembo. Два диска по 320 мм с 4-х поршневыми суппортами спереди и один 240 мм сзади с легкостью останавливает мотоцикл с любых скоростей и вполне могли бы использоваться на литре. При этом собственное производство сделали их гораздо дешевле. АБС вселяет уверенность, что на наших усыпанных песком обочинах не произойдет внезапной блокировки какого-то из колёд. Конечно, по сравнению с системами, что стоят на топовых марках, это работает более жестко. Но и все же наличие АБС – это положительный момент для наших дорожных условий. АБС – это положительный момент для наших дорожных условий. В целом, управляемость у мотоцикла великолепна. Шивер позволяет райдеру чувствовать себя в городе, как рыбе в воде. Высокая прямая посадка не утомляет и позволяет обозревать трафик над крышами машины. Лёгкая управляемость, большой выворот руля и весёлый двигатель дают возможность нужным образом отреагировать на любое изменение в окружающей обстановке. Подвески хорошо отфильтровывают практически все дефекты дорожного покрытия, пропуская к заднице пилота только наиболее явные выбои. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok